Новгородские орнитологи сегодня вышли на охоту на чаек. Понарошку, разумеется. Сейчас пернатые, которые были окольцованы в прошлом году, возвращаются в наши края. Кусечки свежего батона эти громкие белые птицы пытаются заглотить на лету. На земле слишком много конкурентов. Для большинства новгородцев именно они, чайки, приземлившиеся на набережной, настоящие предвестники весны. Правда, эта троица приходит кормить их с весьма определенной целью. Только на суше, на лапках чаек, можно распознать алюминиевые кольца с номерами. Мы когда впервые окольцевали птенцов, каково наше было и удивление, и радость, когда в январе мы получили известие, что колечко на лапке птицы прочитано в Австрии, на берегу Вены. Второе было прочитано во Франции, на берегу Сены. Но больше всего, конечно, колец прочитано в Германии, в Польше, в Голландии. Кольцуют птенцов новгородские орнитологи с 2010 года. С тех пор в мировой базе данных озерных чаек 1222 наших птенца. Прочитано из них всего 40. Всему виной считают специалисты несовершенства алюминиевых колец. Цифры располагаются по кругу, и чтобы точно определить возраст и регион, где кольцевали птенца, необходимо сделать фото как минимум с трех сторон. Другое дело пластик. Цвет отличает страну и даже область. И цифры читаются даже с большого расстояния. Только вот удовольствие это не из дешевых. Помочь науке орнитологи решили просить всех неравнодушных. Заявленная сумма – это 30 тысяч рублей. Этой суммы нам должно хватить на приобретение лодки, на приобретение забродов, это такие сапоги высокие. И на дорожные расходы, чтобы съездить в тот же Пестовский район, Боровический, и на пластиковые кольца. Пластиковые кольца 100 штук стоят 6 тысяч рублей. На данный момент собрано всего 7600 рублей. Подробные условия участия в научном исследовании размещены в официальной группе по кольцеванию ВКонтакте. Впрочем, посильную помощь в дело изучения миграции озерных чаек может внести любой новгородец, прогуливающийся по набережной. Помните, если вдруг в объектив вашего фотоаппарата попадет окольцованная птица, сообщите об этом орнитологам. Алена Сувтина, Купер Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.